Кто для тебя, Сафон? Человек сам по себе, он хороший. В компании он как механик. У меня он научил спицы снимать, закручивать. Царь. Царь чего? Бэймикс. Ром, расскажи, сколько лет ты катаешься на байке. Примерно около 17 лет. Из них 15 лет я занимаюсь BMX и последние два года маунтинг-байку. Пришел не сразу к этому. Сначала я пробовал скейтборд, но долго на нем не катался. Ну, не понравилось. Пробовал заниматься брэк-дансом. Мне всегда что-то хотелось не динарное. Не то, что, как бы, знаю, что все ходят на футбол. Хотелся на деграунда. Я занимался танцами. То есть не обычными танцами, а брэк-дансом. Это танцы, которые, ну, отличаются, мне кажется, от всех других танцев. То есть все-таки там трюки тоже. Но мне захотелось что-то большее. Это был далекий 2004 год. Я увидел небольшой ролик в интернете, как катаются парни на велосипеде. Мне очень понравилось. Я вдохновился. Накопил денег и приобрел. Мне было, по-моему, около 16 лет. Этот спорт только начал развиваться в России. Но в настоящее время он уже стал очень популярным и внесен в олимпийский вид спорта. Откуда у 16-летнего ребенка, подростка, деньги на БМИКС? Я работал у своего отца на стройке, подсобничал. Копил деньги с обеда, продал свой телефон. Чтобы добавить денег, купил велосипед. Маме сказал, потому что телефон потерял. Прости, мам. Купил не новый. Я, конечно, бывушный, потому что на новый денег не было. Он у меня быстро сломался. Он был тяжелый, неудобный. Но все равно у меня горели глаза, и я этим занимался. И я его купил, но я не понимал, что еще там есть разные всякие стили катания. И так получилось, что был у меня первый БМХ в плотовой. Я от кого-то услышал, что в плот это круто, я начал заниматься. БМХ вообще в те времена было круто. И на нем я катался около трех лет. Он был ужасный, на самом деле. Он был реально ужасный. Но к чему-то я научился, к каким-то азам на нем. Начал что-то пробовать уже, что-то начало получаться. Начал потом уже понимать, что надо какой-то другой велосипед. Это уже не очень. Нужна уже нормальная рама, более прочная. Потому что это первый БМХ был на алюминиевой раме. И сложился у меня через неделю. Я купил другую флотовую раму, поставил на него и продолжал катать флотбенд. Я не стал придавать его. Это первое озерочко с моего первого БМХа. Точная копия. На сегодняшний день я самый крутой флэйтер в Истрии. У нас было в то время около трех человек на весь город. Кроме нас никого не было. Мы были первопроходцы. Учились на своих ошибках. Не было людей, которые подошел бы и подсказал. Смотрели трюки в интернете и пытались повторить их на улицах. Прыгали со ступенек, прыгали на перилы. А потом начали ездить в Москву. Готовенные площадки в скейтпарке. И мы подумали, почему бы быстро не построить такой же парк. У нас в тот момент уже было довольно-таки много. В районе уже 40 человек занималось этим спортом. Собрали толпу и пошли к администрации просить. В итоге нам построили парк. Мы были довольны. Пришлось, правда, немножко модернизировать его. Он приходил со временем в негодность. Но мы с вами силами реставрировали его. Но, в общем, кататься можно было и учить какие-то трюки. И это дало движение в развитии спорта быстро. Мы ездили на строительный рынок, покупали материалы, достраивали то, что нам не построили. В общем, было неплохо. Достаточно много места было для занятия спортом. В центре тут у нас стояла самая главная фигура. Это фамбокс. К сожалению, в новом скейтпарке, который нам строят, ее нет. Тут стояла небольшая разгоночка, с которой мы разгонялись, прыгали. И подъезжали ко второй рампе. Стояли тут лавочки, где мы могли отдохнуть. Стояли небольшие перилки, столы. В общем, для обучения новым трюков было все, в принципе, достаточно. Начали поступать жалобы. То, что здесь после нашего катания якобы осталось очень много мусора, много разбитых стекол. Приходя в скейтпарк, чтобы кататься, мы брали ветки и под металл убирали этот мусор. То есть, зачем нам мусорить на своей же площадке и разбивать стекла? Тут проходили соревнования любительского плана. И, в принципе, площадка позволяла проводить их. Насколько я понимаю, переломный момент наступил в 2016 году, когда решением Государственного технадзора, кстати, начальником которого в тот момент по Московской области была наша нынешняя глава, Витушева Татьяна Семеновна, парк был снесен. И, насколько я помню, обещали построить новый. Но в прошлом году мы с тобой встречались для съемок сюжета обещанного скейтпарка «Три года ждут». И вы тогда собирали петицию. Почему? Да, все правильно, потому что нам снесли скейтпарк и обещали построить новый. Но в итоге ждали 4 года, ничего не происходило, и мы решили запустить небольшую петицию в интернете, чтобы нас увидели, услышали и чтобы что-то построили нам все-таки. В районе 800 подписей собрала петиция буквально за 2 недели. Вы строите новый скейтпарк, может быть, мы съездим туда и дашь какое-то свое оценочное мнение? Да, поехали. Ну, я хотел, во-первых, обратить внимание на то, что на сегодняшний день нас стало больше в разы катающихся ребят, а спортивная площадка, которую они строят, она стала меньше. И рампы стали меньше, и, в общем, все фигуры стали меньше. Скорее всего, это подходит для скейтбордистов и для ребят, которые катаются на экстремальных самокатах. Для подрастающего поколения, для тех, кто только начинает кататься и вникать в это, в принципе, она подойдет. Но кто уже приобрел какой-то опыт, ему тут делать нечего. Хотелось видеть не только как бы начальный уровень, надо делать фигуры олимпийского формата, чтобы у нас продвигались наши чемпионы, которые уже занимают места на основаниях России, Москвы, и это надо все продвигать, потому что это уже не какой-то просто детский велосипед, это серьезный вид спорта, который занимает много времени, много тренировок. Когда только начинали, конечно, одни поражения были, ну, как бы уровень все равно рос потихоньку. В Красногорске там мы каждый год ездили с ребятами, в Москве какие-то такие локальные соревнования были, самые призовые, которые у меня отложились в памяти, для меня были какие-то значимые. Это третье место на чемпионате России, который проходил в Москве, и чемпионат Москвы я там занял первое место. У меня все началось в 2010 году, мы тогда пошли покупать мне велосипед, мне было 12 лет тогда. Мне брат говорит, вот это BMX, это круто, надо покупать его. Я думаю, ну, наверное, да. Он еще был ужасный, очень тяжелый. И мы все купили, я думаю, ну, все, надо кататься. Потом где-то промелькнуло новость, что у нас в Истре есть скейт-парк, это вот как раз тот железный скейт-парк. Мы приехали туда просто постоять в углу, посмотреть, как ребята катаются там. Но на тот момент, то есть в наших глазах это было прям вау. Мы ждали, пока все уедут, там потом, пока никого не было, как-то пытались что-то учиться. Ну, и так само собой, потом с кем-то познакомились, с кем-то еще что-то, начали вливаться в тусовку, потом уже сформировалась своя компания. Друг друга мотивировали. Начали выбираться куда-то помимо Истра, там Красногорск сначала начался. Когда мы туда приехали, первый парк, он был, наверное, в состоянии еще хуже, чем наш скейт-парк. И мы туда приехали, такие, типа, ну, такое себе. Потом как раз там поставили новые фигуры. Они из администрации выпросили их. Мы туда приехали, такие, типа, вот это, ну, типа, нормально, уже уровень, можно кататься. И как раз вот на открытии этого скейт-парка был, по-моему, контент, если не ошибаюсь. Ой, я не был готов, но очень хотел. Мы тогда с ребятами, ну, можно сказать, умели, да даже базу не умели так просто. Просто хотелось попробовать, что это такое. Мы поехали туда в Красногорск втроем, заявились. Все, там, наши попытки начались. Мы толком ничего серьезного не сделали, но просто вот для нас это было, опять же, типа, и мотивация, и прям эмоциональный подъем какой-то. Мы, само собой, там, ничего не заняли, даже там, в финал, по-моему, не прошли. Ну, то есть, нам хотелось прям все в следующий раз, мы точно всех победим. И как-то в том так появилось, что в соревнованиях в Красногорске мы участвовали всегда. Мы уже там сначала, там, в финал вошел, потом еще, потом я в итоге выиграл соревнования. Скейт-парк такой, к которому мы поехали первый раз в Москву, это был скейт-парк Воробьева горы, его уже снесли. Ну, катались мы со старшими ребятами, то есть так, чтобы родители отпускали. Доходило до того, что они там чуть ли не смотрели за нами мелкими, просто там чуть ли не держали в этом метро, чтобы мы с теми великами не упали. Тебе нужно прям вот собраться, и вот, чтобы поехать туда, это нужно еще где-то деньги найти на дорогу, на электричку. В метро тебя не пускают, потому что нужен складной велосипед, и ты там извращаешься, снимаешь колеса, тоже, типа, он разобран, там, один несет колеса, один рамы, вот. Ну, и как-то, ну, все равно проходили, колеса в пакет, редко получалось, но это был прям ваш праздник, типа, поехать куда-то в Москву покататься, это прям вообще. Там был сток народа, ребята, само собой, на уровень выше, и мы такие сели и такие, ну, подождем, посмотрим. В итоге все заканчивается на том, что ты просто сидишь, смотришь, и как ты думаешь, что я тут был делать, и вот, ребята такие крутые катаются, а ты, ну, не дотягиваешь. Ты смотришь, когда на них, это тебя очень сильно мотивирует. Ты потом приезжаешь к себе в скейт-парк, думаешь, блин, надо учиться, и ты прям с новыми силами начинаешь что-то там пытаться сделать. Мы начали думать, что можно сделать с нашим парком, мы сначала как-то дырки пытались закрыть там самостоятельно, и покупали саморезы, и все там как-то облагораживали, и траву мы там косили, и что мы только там не делали. Фигуры красили тоже там своими красками, скинулись, купили 10 листов фанеры, нашли поддоны и сделали так, чтобы у нас, во-первых, приземление трамплина было более мягкое такое, чтобы ты приземляешься, и ты там не делаешь вот эти вот все, а ты прям плавненько скатываешься. То есть мы там потратили свои деньги какие-то, и вот тогда как раз был такой как пик прогресса, когда мы прям увеличивали свои показатели. Тогда и соревнования, как раз после этого пошли вот эти серьезные соревнования, там чемпионат Москвы, России, тогда было клево, а потом вот скейт-парк у нас снесли, вообще я тогда был в Москве, и мне просто ребята пишут, что вот у нас тут рабочие какие-то все сносят, и я просто потом вечером прихожу, а там уже нет ничего. То есть я как пришел, когда маленький был, то есть вообще не умею, ничего, даже не знаю толком, что такое BMX. И все вот до того, наверное, что я сейчас умею, ну, наверное, процентов 90, вот все из этого скейт-парка. То есть я там учился и вообще прыгать, и летать на велосипеде, и вообще как-то чувствовать велосипед, все там. Все, что вот мне дал этот скейт-парк, все навыки, они мне пригодились в том, что я участвовал в соревнованиях потом и побеждал. И лично я больше отдаю предпочтение дисциплине парк, потому что мне больше нравятся именно полеты и вот это вот трюки в воздухе, где можно там и на больших скоростях поесть, и все. Поэтому как бы для этого нужен скейт-парк, и нужен немаленький скейт-парк, где там фигуры, говорю, по пояс, по колено, то есть там особо не полетаешь. Ну и нормальная фигура хотя бы полтора метра высотой. Такого в истории как бы нет уже, хотя вот раньше наш скейт-парк вполне для этого подходил. Там вообще вся жизнь была, у нас там иглы, то есть мы там битли с друзьями, вообще все там было. Все это было основное место, о чем ты думаешь после там работы, учебы, ты такой, ага, скейт-парк, поеду туда. И все, и мы там проводили, наверное, большую часть свободного времени. Это чувак, это же истинская тусовка. Но потом в шестнадцатом году его снесли, и как-то все так и развалилось. Тут и компании немножко разошлись. Большинство уже и велики продали, потому что смысла нет кататься особо негде по городу, но что это, можно и несколько раз на велосипеде показаться. Наверное, половина тех, кто катались и реально могли там что-то занять, какие-то перспективы были. То есть они сейчас, кто-то забил, кто-то просто там выезжает, говорю, погулять с велосипедом, вот так назовет. А так, что прям серьезно катается, но так немножко интерес вот утих у всех. Интерес спортсмена в любом случае зависит от его, так сказать, возможности тренироваться. Наличие скейт-парка мотивировало наличие прогресса. Поэтому он нужен, какой бы он ни был, но хотя бы с возможностями, чтобы там можно было именно прогрессировать, а не поддерживать. Если бы у тебя была возможность, ты бы попробовал себя в роли спортсмена олимпийской сборной ПБМИКС? Если бы я тогда продолжил регулярные тренировки, так как вот катались на тот момент там целыми днями, грубо говоря, или хотя бы я катался раз в день стабильно там после работы, то вполне, мне кажется, тогда был неплохой уровень. То есть даже на уровне России. Ну там, блин, у нас типа в России, понимаешь, все равно была какая-то своя элитка, там, несколько человек, которые... Да, они типа дольше катаются, они и представляют, там, Россию, грубо говоря, там, за рубежом и так далее. Ну, как бы у нас была компания вот таких, знаешь, которые... Вот элитка, и вот мы после них. И вот, ну, как бы, да, то есть как бы с ними тягаться само собой тяжело, и то есть на мировом уровне тоже тяжеловато, но в целом, то есть как бы все равно ты к чему-то идешь, поэтому, я думаю, можно было прийти очень легко. Ну, не легко, но можно было, шансы были. Мы потеряли олимпийского чемпиона 4 года назад. 4, да? Ну, 4 года назад скейтпарк снесли в узкие, да. Вот как раз это все и пошло. Катаюсь, но сейчас уже в такой, как, поддерживающей форме, то есть нового ничего не научишься. Ну, сейчас уже работа началась, во-вторых, в Москву особо не накатаешься, потому что если на своем транспорте, то это бензин, сейчас пробки у нас постоянные, и времени нет. То есть если ты после работы, раньше я выходил, там, велик в руки и в скейтпарк ехал в наш, и там как-то весь вечер проводил, то сейчас, то есть в Москву после работы уже не поедешь. Поэтому, то есть скейтпарк был очень необходим, так скажем. Ну, тренировки, как в любом виде спорта, мне кажется, важны регулярные, потому что в любом случае у нас присутствует и мышечная память, и все, и координацию нужно поддерживать. То есть если ты не будешь ничего делать регулярно, то ты расти не будешь. Ты приезжаешь, допустим, в Москву даже в скейтпарк, а ты не можешь в полете велосипед контролировать. А если ты тренируешься регулярно, и прям, как бы, есть возможности, и хорошие условия, и, то есть у тебя какая-то мотивация, то ты, само собой, будешь прогрессировать. И чем, как бы, лучше условия, тем лучше ты будешь прогрессировать. Когда маленький, у тебя в любом случае меньше инстинктов сохранения развиты, ты меньше думаешь, тебе хочется все и сразу, и ты пробуешь, особо не задумываясь. Когда ты взрослый, ты, конечно, такой, да ну, не буду я, наверное, рисковать, лучше домой пойду. Ну, не то, чтобы прям нет исключений, кто-то и начинает там в 25-ик нормально катается, но по большей части, наверное, процентов 80, это те, кто начал с маленького возраста, и уже потихоньку чему-то шел. Но в любом виде спорта, я думаю, с маленького проще начать, чем с отростого возраста. Ну, пока, вот, кто ребята катаются на, там, BMX, возможно, они даже прогрессируют, честно, не знаю, не общался. Пока есть возможность, пока там школа и так далее, но пока есть свободное время, они могут кататься, там, в Москву, там, развиваться. Но сейчас чуть подальше начнется учеба серьезнее или работа, и уже, как бы, возможности не будет такой, соответственно, и прогресс у них тоже встанет, как и у меня в 16-м году. Когда снесли скейтпарк, большинство ребят за неимением ничего перебрались на мир. Там особо не разгуляешься, потому что там плоскость, максимум, там, пару ступенек, с которых ты олимпийским чемпионом точно не вырастешь. Поэтому, как бы, он больше для того, чтобы просто проводить там время, но не заниматься спортом. Нам, по факту, негде кататься больше, ну, это единственное место, где мы все катаемся, все толпой собираемся. Здесь только один флет и несколько дробчиков, и все, намного большего хочется. Я вижу ребят, у которых есть потенциал, у которых в дальнейшем, мне кажется, может появиться хорошая карьера в этом виде спорта. Я их поддерживаю, они спрашивают у меня советы по обучениям трюкам, как лучше сделать, подходят с вопросами, как починить велосипед, я им ремонтирую. Надо либо колесо подкрутить, либо подшипник подтянуть. Учился сам сначала, потом я устроился работать в Москве, в велосипедные магазины. Там меня уже вот показали, обучили всему, то, что я сейчас умею. Могу сделать, в принципе, любой ремонт на велосипеде, вот, могу заспецовать колесо с нуля. Я хочу заняться в дальнейшем разрабатыванием своих рам велосипедов, делать свои рули, свои вилки. У меня было, наверное, BMX-ов 10. Из них 7 рам я сломал. Принимал участие в соревнованиях в Москве, в тройках пару раз ходил. BMX для меня это самовыражение себя в улице. Я так себя нашел. Когда мне плохо, когда что-то мне в душе не так, я беру велосипед и докататься, и мне это помогает. Ты столько лет отдал BMX-у. Почему же ты пересел на другой велосипед? Это история прошлого года, когда я поехал на Хайбино, в скейт-парк, покататься, послушать музыку. Там проходил концерт. После концерта я уже собирался на электричку и решил заехать купить водички. Оставил велосипед возле магазина, где меня его и украли. Возник вопрос купить опять все BMX, либо попробовать что-то новое. И я решил пересесть на другой велосипед. У меня сейчас маунтинг-байк. Он предназначен как раз для леса, дёртов, передвижения на дальние расстояния. В идеале мне хочется несколько велосипедов для разных стилей катания. Сегодня я хочу быть BMX-ером, завтра я хочу прыгать дёрт. А в пятницу я, пожалуй, поеду на растабайке. Вот как раз мы сейчас находимся на одной из таких трасс, которые построили люди своими руками. Вот представляешь, сколько нужно было потратить труда, чтобы это всё построить. Как получилось так, что вы решили построить посреди леса трассу? Начали строить из-за того, что не было другой альтернативы, где кататься. Строили своими руками, бензопилами, лопатами, пилили, бивали, копали. Начали другие ребята. Мне просто понравилась идея, я её поддерживаю. К сожалению, трасса не в лучшем состоянии, надо её реставрировать. Я думаю, в будущем мы её починим. Трасса не предназначена для катания на BMX. Она предназначена для маунтинг-байка. Он больше по размерам. Он тяжелее, чем BMX. Чтобы быть успешным в направлении МТБ, надо пройти небольшую школу, как BMX. Отсюда и начиналась трасса. Здесь мы разгонялись и брали разгон на трамплины, на анношоры. Здесь несколько вариаций прыжка, то есть уйти левее, правее. Следующая фигура круговая. Там тоже несколько вариаций, как проехать. Так и для начинающего райдера, так и для более опытного. Вот этот круг, про который я тебе говорил, где есть два вариации тоже разъезда. Либо при заезде ты едешь по этому кругу и прыгаешь с маленького трамплина. Либо сразу выезжаешь на большой трамплин и экономишь время при съезде. Нужна сначала подготовка. То есть сразу прыгать на большой трамплин не стоит. Это травмоопасно. Для начала нужно купить шлем, потому что травма головы – это очень опасно. Защита на ноги, на коленники, на локотники, перчатки по возможности. В планах строить трассы, помогать молодежи, подсказывать, учить трюкам. Если бы ты не стал заниматься БМИКСом, то чем бы ты увлекался? Честно, даже не могу себе представить. Велосипед очень много мне дал. Я уже не представляю свою жизнь без него. Он мне дал хорошую физическую форму, дал мне новые знакомства и уже работу.